Вещи почти собраны. До самолёта всего несколько часов. Кирилл Мишаев улетает в Южную Корею, где сейчас находится дочка Ксюша вместе с мамой Светланой. Сумка с вещами, сумка с детским питанием и большущая сумка с подарками для Ксюши. Тот любимый её игрушка, это она в доктора играет. Ну а в кого она ещё может играть, по-моему, как доктора? Уже больше года прошло с того момента, как жизнь семьи Мишаевых изменилась. А ведь начиналось всё очень счастливо. Мы когда с супругой встречались, мы уже тогда придумали ей имя. У нас была формула К плюс С равно Ксю. То есть меня зовут Кирилл, её Светлана равно Ксю. Поэтому мы и имя уже знали. Правда, не знали, кто родится. Мальчик, девочка. Но если девочка, то будет Ксюша. А в возрасте полутора лет у Ксюши начались проблемы со здоровьем. Малышки не сразу поставили верный диагноз. Сначала пытались поднять гемоглобин, но тот упорно не хотел подниматься. И лишь через несколько месяцев заметили, что животик у Ксюши слишком большой. Поехали в Филатовку, там их обследовали. И как-то медики стали вдруг какие-то очень вежливые, очень такие обходительные. Говорят, вы знаете, мы там что-то нашли, но мы пока не можем сказать, что. Вы давайте вот завтра выезжайте лучше на Каширку. Ну, это в центре Блохина. В центре Блохина лечить Ксюшу отказались и отправили в Морозовскую больницу, где медики сказали прямо – надежды мало. Ребят, ну, всякое бывает. Вы живите каждый день, что у вас последний. Ну, и, собственно, мы вот так вот себя стали готовить, потому что Ксюшка, она была совсем никакая. Вот совсем уже. Вот. Мы с ней как бы так мысленно прощались. Начались сеансы химиотерапии. Ксюша почувствовала себя немного лучше. Но была необходима операция, за которую никто не хотел браться, поскольку опухоль расположилась в месте, где было сосредоточено много сосудов. В итоге операцию сделали, сохранив почку. Но через некоторое время, опять же, по стечению обстоятельств, опухоль начала прогрессировать и выросла до первоначальных размеров. После этого никто уже не брался за лечение Ксюши. Откликнулась только клиника в Южной Корее, выставив за лечение неподъемную для семьи сумму в 350 тысяч евро. Мы обращались во все фонды. Мы там «Подари жизнь», «Русфонд», во все крупные фонды обращались, они нам отказывали. Вот отказывали. Кто-то отказывал, потому что у них квоты нет на 2017 год. А кто-то отказывал, потому что они считают, что врачи здесь применили весь протокол, и нам может помочь только палеотивное лечение. Тогда супруги приняли решение организовать группу ВКонтакте и в других социальных сетях, и начать сбор денег на лечение. Постепенно подключились соседи, коллеги по работе и многие жители Видного. Были организованы различные мероприятия по сбору средств, появились связи с небольшими благотворительными фондами, и на сегодняшний день собрана внушительная сумма, хотя еще и не полная. Ребята, они там спят по 2-3 часа, но нам помогают, с фондами общаются, репосты делают. В общем, очень большая им благодарность. У семьи Мишаевых появились друзья, которые по зову сердца взялись помогать. И помощь эта не разовая. Одной из тех, кто постоянно участвует в судьбе Ксюши, стала Валерия Левичева. На странице ВВК у девушки в статусе стоят слова-ремарка «Мы так боимся быть навязчивыми, что кажемся равнодушными». Многие знакомые мои тоже постоянно напоминают, и сами они, и часто очень стараются ежемесячно, дважды в месяц какие-то суммы перечислять. Чем больше людей об этом узнают, тем, конечно, будет помощь больше. Дети – это, конечно, самое важное, когда ребенок болеет. Это самое ужасное. Дочь Валерии, второклассница Катя, тоже принимает посильное участие. Раздает, к примеру, листовки с номерами расчетных счетов. И очень переживает за малышку. Я даже чуть-чуть расплакалась. Папа меня держал тогда еще на руках. Мне было очень-очень жалко Ксюше. Одним из способов сбора средств стал флешмоб под названием «Подари семейство Пеппы». Маленькая Ксюша очень любит мультяшную свинку. И организаторы флешмоба предложили приобрести саму Пеппу или кого-нибудь из членов ее семейства. С ней постоянно, у нее Пеппа, она всегда идет вперед. Там какой-нибудь укол, сначала идет Пеппа. Смотрит Ксюшу, Пеппе не страшно, и она уже сама идет. Каждый, кто имеет возможность помочь финансово, может отправить СМС на короткий номер 3443 с текстом «Ксения 100», где 100 – количество перечисленных средств в рублях. Кстати, сумма может быть любой – от 10 рублей до 15 тысяч. Семья Мишаевых очень ждет помощи и хочет верить. Их маленькая Ксюшка поправится. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Алексей Руднев, Видное ТВ.